Это просто предварительное основание, чтобы подвысотные отметки надо было вывести. Дальше пошло бетонный замок, щебёночные основания, песок и плитка пошла. Парки, скверы и дворы приводят в порядок в Петропавловске и в Елизове. На полуострове продолжается реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Его координатор Андрей Воровский, а также представители властей и общественности проверили, как проходит ремонт. Комиссия для начала оценила строительство сквера в центре Елизова. Раньше на данной территории всегда был парк, он есть, но он уже не отвечал современным требованиям, он уже устарел. На сегодняшний день в рамках реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды данная территория парка будет значительно расширена, будет произведено устройство современных дорожек, современных зон отдыха для жителей нашего города, а также для гостей. В городе Елизова завершается благоустройство двора дома по адресу Завойко, 65. Раньше там была разбитая дорога шириной 3,5 метра. В рамках проекта там уложили асфальт и сделали просторную парковку. Работы еще до конца не выполнены, предстоит благоустроить и восстановить линию освещения придомовую, установить малоархитектурные формы, это у нас камеечки, урны, и также сделать ограждение зеленой зоны вдоль фасада дома. Общая стоимость работ на этом объекте – 4 миллиона 300 тысяч рублей. Но жители дома пожаловали, что не все их пожелания учли. Во дворе негде играть детям, площадка находится в плачевном состоянии. Городские власти пообещали, что ее реконструируют в рамках депутатских наказов. Хотелось бы, чтобы сделали лежачих полицейских. Вот машина выезжает, наши местные жильцы, они едут медленно, потому что знают, что детки катаются, детки выскакивают из-за машин с детской площадки, а таксисты, они проезжают двор напрямую и очень на большой, не маленькой скорости. Горожанам предложили обратиться в управляющую компанию и в дальнейшем принимать участие в голосовании за проекты благоустройства. Когда проводили собрание жильцов дома для обсуждения деталей реконструкции двора, на него вышли всего два человека. А вот жители дома номер 22 на проспекте Карла Маркса в краевой столице могут похвастаться своей организованностью. Они сами начали благоустройство, утеплили фасад, обустроили просторную парковку, сделали ограждение и озеленение двора. Мы, когда занялись благоустройством своего двора, поняли, что это все очень дорого. Мы потратили около 7 миллионов, и это все съело все эти деньги, мгновенно практически. И узнали, что есть на самом деле комфортная среда городская. Это та программа, в которой есть софт-финансирование. В прошлом году мы в программе сделали прекрасную контейнерную мусорную площадку по раздельному сбору мусора. Сейчас в этом дворе в рамках федерального проекта строят объезд вокруг дома. Так жителям будет проще выезжать с парковки. После осмотра последнего объекта комиссия подвела итоги. Надо сказать, что по Елицкому городскому поселению уже не первый год мы обращаем внимание на то, что достаточно качественно происходит синхронизация работ по комфортной городской среде и муниципальных программ. То есть мы видели, что делается сквер по программе комфортная городская среда, и тут же рядом делается асфальтирование по муниципальной программе. Что касается города Петропавловск-Камчатского, надо отметить, что здесь тоже уделяется большое внимание тем проектам, которые жители предоставляют. В связи с этим, я думаю, что более или менее качественно настал подход, и на данный момент у нас таких глобальных сильно замечаний нет. Добавим, парки, скверы и дворы на Камчатке приводят в порядок с 2017 года. В этом году в программе участвуют 80 территорий.